Добрый день всем! То есть нам кажется, что мы делаем для ребенка что-то очень важное и полезное, и радуемся этому, но ребенок это воспринимает совершенно по-другому, потому что у него другая точка зрения. И другая точка зрения, она и в силу роста ребенка, и в переносном смысле тоже. За последние 15 лет я собирала самые разные ситуации, такую коллекцию ситуаций, коллекцию фотографий, и сегодня хотела бы поделиться некоторыми историями из этой коллекции. Ну, во-первых, я уже говорила о том, что маленький ребенок, он смотрит на мир по-другому, чем мы в силу своего роста. И вот на этой фотографии вы видите, каким кажется стол и стол, обычный стол и стол, маленькому ребенку. Когда я готовила эту презентацию, то обратила внимание, что очень часто дети у нас оказываются на уровне ног взрослого. Почему эта тема важна? Недавно в одной статье я нашла такую фразу, что ключевой компетенцией педагога, современного педагога является умение договариваться с детьми и взрослыми. Ну, я думаю, что умение договариваться, оно, естественно, тесно связано и с пониманием. Эта тема важна также для того, чтобы мы с вами реализовали очень многие положения стандарта. Эта тема важна с точки зрения реализации конвенции прав ребенка. Кстати, мы 30 лет отмечаем как раз в этом году конвенции. Эта тема важна с точки зрения оценки современных тенденций, которые у нас есть в дошкольном образовании. В частности, сейчас мы много говорим о качестве образования, о том, что мы должны слушать голос ребенка. Но нужно не только голос слышать ребенка, но нужно его, естественно, и понимать. Ну и, конечно, эта тема имеет просто огромное значение именно для работы с родителями. Потому что вот это непонимание между родителями и детьми, оно, к сожалению, у нас встречается очень часто. Когда я в свое время делала фильм с точки зрения ребенка, я попросила оператора сначала снять детский сад на обычном уровне, на уровне взрослого, а потом присесть и снять на уровне ребенка. Кто видел фильм, тот, наверное, заметил, что, в общем-то, картинки убедительно доказывают, что мы с детьми даже вот детский сад видим по-разному. Для того, чтобы в этом еще раз убедиться, вы можете дать ребенку в руки фотоаппарат и попросить его пофотографировать все, что есть вокруг. Во-первых, вы увидите, что некоторые вещи, которые вы не замечаете, для ребенка являются важными. И, во-вторых, увидите, что уровень обозрения у него, конечно, другой. И, таким образом, что у нас получается? Что дети интересуются тем, что они видят, собственно, как и взрослые, то есть на своем уровне. Итак, история первая. Вообще, по каждой истории я постараюсь привести примеры и семейные, и из опыта детского сада и ответить на вопрос, а что могут взрослые? Итак, история первая. Выставка тюльпанов. Бабушка с внуком любуются цветами, бабушка любуется, все время восторгается. Внук в это время собирает камешки, набивает карманы. Бабушка периодически отвлекается от цветов и говорит, ну что ж ты не можешь посмотреть, какая красота. Ты посмотри, и запах, и краски. А ты там собираешь какие-то грязные камни, лучше ты их выкинь. Рядом с внуком еще вот два мальчика, это я фотографировала, тоже два мальчика тоже играют. Тоже посетители этой выставки тюльпанов, они там организовали большую самостоятельную игру с машинкой и с камешками. И я смотрю, и я понимаю, что вот эти дети, они просто не могут наслаждаться красотой тюльпанов, как их призывают взрослые, просто в силу того, что они их не видят. Это слишком высоко для них. А то, что лежит под ногами, они оценили, и они этим занимаются. И самое интересное, что когда бабушка с внуком перешли в другую оранжерею, то ребенок побежал и стал трогать и нюхать, но он, видимо, вспомнил бабушкины наставления, все подряд. Потому что все это было на его уровне, все это ему было доступно. Что важно с этой точки зрения? Ну, понятно, что мы с вами создаем среду, и мы учитываем точку зрения ребенка. Но я выбрала такие необычные фотографии. Вот, например, вы видите фотографию, как себя представляют финские воспитатели. Эта фотография висит внизу, там и значки тоже разные. И еще хотела обратить ваше внимание, что это очень здорово. У нас в последнее время на многих детских площадках тоже появляются вот эти бизиборды и другие элементы на уровне ребенка. И, конечно, вот мне кажется, очень здорово, когда стена вот такая появляется в детском саду вместо вот этих пластиковых огромных там информационных щитов для взрослых. Вот сделана такая сенсорная дорожка. И я думаю, что вы замечали, что когда дети идут по коридору, они часто вот так вот рукой проводят. И как раз это все делается с пользой, соответственно. Можно вывесить даже различные наглядные материалы, допустим, на территории детского сада на уровне детей. Ну и, наверное, у всех у вас есть песочницы. Я думаю, что все эти песочницы похожи друг на друга. Но вот сейчас такая новая тенденция. Это разноуровневые песочницы, которые здесь вы видите. И это очень здорово, потому что разные дети могут играть вместе и выбирать ту позицию, которая им удобна. Про рисунки. Это такой больной вопрос. Ну, вроде бы всем понятно, что рисунки нужно вывешивать на уровне детей. Но я очень часто в детских садах вижу рисунки над шкафчиками, вот как здесь. И даже мини-музеи есть над шкафчиками. И мне воспитатели говорят, ну, это же для родителей. Вот мне кажется, что у нас в детском саду слишком много всего для взрослых. Для родителей, для проверяющих. Однажды иду я по коридору детского сада, навстречу дети, здороваются. И один мальчик говорит, а вот вы знаете, что сегодня к нам придет комиссия. Я говорю, а что такое комиссия? Я знаю, говорит мальчик, это такая тетя строгая. Когда она приходит, нельзя бегать и кричать в коридоре. И вот для этой тети строгой комиссии, мне кажется, у нас слишком много материалов. Все-таки очень важно, чтобы ребенок видел сам свой рисунок, чтобы он мог подойти и объяснить, что он нарисовал и своим родителям, и своим сверстникам. Очень часто мы делим рисунки на те, которые нам нравятся. Нам кажется, ну, вот почти там, не знаю, как Айвазовский нарисовал ребенок моря. Это замечательно. А если там какие-то синие каракули, то это, в общем-то, уже не очень хороший рисунок. И мне часто воспитатели говорят, ой, Наталья Ксадовна, что вы фотографируете? Это плохо нарисовано. Вы сфотографируете вон там, там красиво. Я считаю, что мы не должны делить детские рисунки. И опять же, что очень важно, мы должны спрашивать детей, что они нарисовали. И для этого рисунки должны быть в свободном доступе не только для родителей, но и для детей. У меня лично была такая история. Моя внучка нарисовала очень такую красивую девочку цветную. И через какое-то время, я смотрю, она вдруг полностью все закрасила. Черный квадрат получился. Но я вспомнила вот эти все диагностики по рисункам, заволновалась. Спрашиваю, почему так ты сделала? Да вот, говорит внучка, я когда рисовала, был день. А теперь смотри, темно, ничего не видно. Но я поэтому ее и закрасила, потому что ее не стало видно. И я потом нашла в интернете очень много таких ситуаций, когда воспитатели и психологи, не спрашивая ребенка, оценивают совершенно неверно их рисунки. Ну и мне кажется, вам будет интересно вот еще посмотреть на этот рисунок, посредине который. Это портреты, которые дети нарисовали сами. Когда заходишь в детский сад, ты сразу видишь, с двух сторон тебя окружают автопортреты на уровне детей. И дети рады. И это создает определенную атмосферу. История третья о страшном зайце. Я думаю, что все вы знаете, как много всяких вот таких замечательных персонажей бродит у нас по нашим улицам. И нередко можно наблюдать, как мама, например, или бабушка говорят, ой, иди, иди там малышу, иди, иди, обними этого зайчика. А малыш боится обнять этого зайчика, потому что он для него вообще гигантский. И он видит там только какие-нибудь усы, ужасные зубы, и он реально боится. Но взрослые этого не замечают. И однажды была такая история в детском саду. Идем мы по коридору заведующей, и вдруг слышим плач, такой очень странный. Ребенок, кто плачет, то перестает. Заходим в группу, там сидят совсем малыши, достаточно такие, ну, испуганные, напряженные. Рядом стоит воспитатель в костюме зайца. Держит вот так голову зайца большую. И воспитатель говорит, вздыхает, не знаю, что делать, не знаю, что делать. Вот по сценарию это сюрприз. Я прихожу в костюме зайца, беру детей и веду их в зал. А они меня боятся. Смотрите, говорит воспитатель. Она надевает голову зайца, и один ребенок начинает громко плакать. Она снимает голову зайца, и ребенок перестает плакать. К чему это я говорю? К тому, что мы очень часто сами составляем разные мероприятия, сценарии, и не учитываем при этом, как это может воспринять ребенок. История четвертая. Я думаю, что вы замечали, что если мы детей оставляем в покое, они очень любят сидеть ближе к земле. Они приседают, они садятся на коленки и начинают исследовать окружающий мир. Причем я наблюдала такую картину и у нас в городах, и в разных странах повсеместно. И это означает, что детям очень интересно все, что у них под ногами. Там снег, листья, камешки. Все, что угодно в любом месте. Что мы можем с этой точки зрения? Вот посмотрите, как интересно организованная среда. Это для самых маленьких. То есть здесь вы видите фотографии на шкафчиках, расположенные внизу. То есть в самом низу. Ребенок подползает, и он привыкает к тому, что вот его фотография, и есть определенный шкафчик. Вторая фотография – это семейные домики, опять же, для ползающих детей. Там в каждом домике фотография семьи ребенка. Он может там сидеть, играть, и он это все видит. Ну и вот мне показалось очень интересный тоже вариант размещения конструктора для малышей. Мне кажется, что мы недостаточно используем пол. Мы говорим «говорящие стены», но, наверное, может быть и «говорящий пол». Опять же, вы видите здесь фотографии, которые расположены под прозрачной такой пленкой на полу. Ребенок ползает и видит там различные фотографии, они их меняют. И вот я, к сожалению, редко видела, чтобы в детских садах дети рисовали на полу. Как правило, они сидят за столами. Мне кажется, что ребенку доставляет огромное удовольствие, когда он один или вместе с кем-то рисует именно на полу. Я уже упоминала о том, что дети любят собирать камни. И я сделала десятки фотографий, я даже сама раньше не думала об этом. Фотографии, на которых дети там где угодно находят камешки. Большие, маленькие, на фестивалях, там в парках, где угодно. Особенно, если поверхность покрыта щебнем. Что могут взрослые с этой позиции? Ну, вот подумайте, я не знаю, достаточно ли у вас и камней, и камешков на территории вашего детского сада. Как правило, недостаточно. Мы сейчас увлекаемся вот этим синтетическим покрытием. И закатываем буквально и газоны, не используем практически щебень. Вот там, где девочка с мечом на фотографии, это финский детский сад. Вот они, например, такой щебень используют на площадке. На детских площадках сейчас стали использовать тоже щебень. Но при этом, что очень интересно, что есть оборудование, естественно, на площадке детской, но все равно и там ребенок садится и начинает играть с камешками. То есть вот такая большая тяга, мне кажется, что очень важно, чтобы не только песок был на территории детского сада, но и вот такие камешки. Следующая история, это, я бы сказала, грязная история. Это история о том, что грязь является источником радости для детей и, к сожалению, источником огорчений для взрослых. И я подумала, а существует ли вообще такая грязь, которая бы взрослых привлекала? И поняла, что да, существует. То есть есть грязь целебная, в которую взрослые залезают не только сами, они туда и пускают детей, даже сами туда ведут детей. Почему? Потому что эта грязь, она представляет для них ценность. Они считают, что это очень полезно. Таким образом, детская грязь для взрослых никакой ценности не представляет. И мне кажется, вот наша задача обучить, в первую очередь, родителей, ну и воспитателей тоже, потому что любая грязь, она в луже, допустим, она ценна для ребенка, потому что это способ исследования окружающего мира. Однажды в детском саду, я зашла на участок, где гуляли дети, девочки делали торчик такой из песка. И вот девочка одна куда-то побежала, принесла то, что мы называем грязью. Она посыпала радостно этот торчик. И тут воспитатель говорит, ой, ну зачем же грязь-то принесла, где-то только вообще ее нашла. Девочки, ну вы берите только чистый песок. Все, игра прекратилась. И тут я вмешалась, говорю, ну это в принципе, наверное, не грязь, это у них такой горький шоколад, из которого они будут делать глазурь. Да, да, это у нас шоколад, сказали девочки. И радостно продолжили игру. Вот это отношение к грязи, вообще к природному материалу, мне кажется, очень важно менять. Ну и естественно, нельзя не сказать здесь же о лужах. Дети поступают по отношению к лужам так, как вы видите на этих четырех боковых фотографиях, а взрослые поступают так, как вы видите на центральной фотографии. В то же время лужа, если правильно вы поставите задачи определенные, даже образовательные задачи, она может дать вам очень многое. Это тоже своеобразный элемент развивающей среды. Здесь можно считать, мерить глубину, здесь можно изучать разные формы, то есть массу всего можно делать. И, значит, что мы можем? Мы можем разрешать детям залезать в лужи и для этого давать соответствующую одежду. И посмотрите, в Японии даже построили детский сад, где отвели специальное место, туда попадает вода после дождя, и образуется лужа, дети там играют. Ну и в последнее время еще у нас что-то наподобие грязи стали использовать, вот я видела на многих фестивалях, и пользуются огромной популярностью у детей. Очень важный такой момент. Дети очень любят играть с природными материалами. Много ли природных материалов у вас на участке? К сожалению, вот я сейчас наблюдаю такую тенденцию во многих детских садах, конечно, не во всех, и слава богу, но во многих, особенно новых. То есть активно используется синтетическое покрытие. Практически не остается места, ну песочницу ставят, а не остается места, где ребенок мог бы контактировать с природой. Вот посмотрите, это я наблюдала в своем собственном дворе. У нас на площадке на детской убрали карусель. Осталась, в общем-то, такая, ну не очень глубокая ямка, и там был песок и камешки. Дети там сидели постоянно. Они там делали какой-то аэродром, носили туда палочки. Вот маленький клочок, скажем так, живой земли, он очень привлекал детей. И еще одна фотография. Здесь девочки после дождя обнаружили лужу. Там очень много было всякого игрового оборудования. Но они сидели в этой луже и очень долго играли. Хорошо, что воспитатель, в общем-то, им не мешало. Поэтому мне кажется, что на территориях детских садов с точки зрения ребенка должно быть как можно больше разных природных материалов. Следующая история о том, как гуляют дети и взрослые. И, конечно, вы согласитесь, что в идеале взрослые думают, что вот бы дети гуляли вот так и в детском саду, и когда вы ходите куда-нибудь в парк на прогулку. Но дети гуляют вот так. Вот мне понравилось, например, в Португалии, там залезают все время на корни фикуса, и родители им помогают. То есть детям, опять же, нужно постоянное движение. Они должны останавливаться, что-то исследовать. И мы это тоже должны учитывать. Еще по поводу прогулки. Я наблюдала за детьми, всегда наблюдаю на фестивалях, на разных выставках. Это очень забавно на самом деле. Вот эти фотографии все я сделала на фестивале в Цветовом музеоне недавно. Ну вот вы видите, что многие не дошли до самих цветов и ландшафтов, нашли более интересные занятия. И опять же, здесь дети у нас где сидят? У земли, и они занимаются камешками. Еще тоже варианты. Вот как можно, например, ходить на фестиваль книги. Вы видите, на Красной площади был. Очень мне понравилось, как девочка использует кассу, пока мама там оплачивает товары, как спортивное оборудование. В зоопарке можно и разбивать льдины, и сугробы. А справа, да, справа, эта девочка нашла место на фестивале географическом, где дует кондиционер, и, соответственно, она очень там долго экспериментировала. Но это, видимо, уже такой утомился посетитель уже в конце. Надоело ему смотреть вверх, и поэтому он нашел себе более удобную, естественно, для ребенка позу. Что могут взрослые с этой точки зрения? А взрослые могут, во-первых, быть на одном уровне с ребенком. Причем быть на одном уровне можно по-разному. Вот вы видите здесь фотографии, я специально подбирала. Можно лежать, можно сидеть, можно присесть, как ребенок, можно помогать, как этот папа, можно сидеть за столами, но все равно на одном уровне. Я работала с одной воспитательницей, которая раньше была учителем начальной школы, и мне очень сложно было договориться с ней, чтобы она просто села с детьми. Она все время стояла над ними и говорила, зато я их так вижу и могу контролировать. Вот это как раз та позиция, от которой мы сейчас уходим. Но, наверное, мало быть просто вместе с детьми, то есть, вернее, на одном уровне с детьми. Надо, чтобы дети чувствовали, что мы действительно вместе с ними. Как часто бывает? Вот приходит там к взрослому ребенок, к воспитателю или к родителям и говорит, ой, посмотри, что я сделал, вот у меня получилось. И что говорит взрослый? Ой, какой-то он отрывается там от телефона и говорит, ой, какой ты молодец, очень хорошо, ну иди дальше играй. И ребенок этот фальш, он моментально, конечно, чувствует. И вот, мне кажется, нам всем надо учиться именно соучаствовать. То есть, чтобы ребенок чувствовал, что то, что мы с ним делаем, интересно не только ему, но и нам тоже. Я думаю, что все вы хорошо знаете эту фразу знаменитую. Стой спокойно, когда ты, наконец, перестанешь бегать, когда ты перестанешь прыгать. Это очень расхожая фраза у нас. И в детских садах я ее тоже слышала, не только на детских площадках. Вот здесь фотография, это зоопарки, мы стояли в очередь. Вы видите, дети нашли себе замечательное такое занятие, но при этом взрослые постоянно их дергали и говорили, что вы там делаете, иди, постой рядом со мной. Но не могут они стоять. И мы это не учитываем. Очень часто не учитываем, к сожалению, вот это желание ребенка, вот эту его позицию. Но я вот тут собрала, я не буду зачитывать. Вы видите, очень много высказываний. Это родители в основном такие высказывания. Я записала за ними на детских площадках. Что очень интересно. Очень интересно, что дети, если им взрослые не создают условия, они находят оборудование спортивное в самых разных местах. Вы видите, что такое оборудование можно найти и в зоопарке, можно найти и в парке, и даже в детском саду. И вот внизу две фотографии, очень забавно. Это была свадьба. И сначала девочки там в шикарных платьях, в белых гольфах, просто катались с этого пандуса. Потом они видят, что взрослых нет, и они стали кататься в этих шикарных платьях. Ну, я думаю, что, в общем-то, взрослые их не очень поняли потом. Замечали ли вы, что некоторые детские площадки очень похожи на игровые площадки для обезьян? Вот я это заметила. И именно такие площадки, вот здесь эта площадка для детей, это для обезьян. Именно вот такие площадки детям очень и очень нравятся. И мы понимаем, что животные, те же обезьяны, они должны двигаться. Не знаю, уместно ли такое сравнение, но на самом деле дети нуждаются в движении не меньше, чем животные. Это их естественная потребность. Мы их в этой потребности, к сожалению, очень часто ограничиваем. Дети очень любят забираться куда-нибудь на холм, на какую-нибудь возвышенность, на дерево. Но про деревья говорить не буду, это отдельная тема, сложная для нашей страны. Но холмы, вот много ли холмов есть у вас и всяких повышений на территории детского сада, куда вы можете пустить детей? Ну, я вот не очень много, к сожалению, видела. В Дании там дети сами без воспитателя вот так спускались, потому что они считают, что дети должны учиться контролировать себя. И это безопасность определенная. Что могут взрослые? Взрослые могут создавать искусственные холмы. Вот вы здесь видите такие варианты как раз на экране. Это детский сад Чехии. Это могут быть различные естественные повышения, например, пни, это могут быть какие-то бревна. Но они должны обязательно присутствовать в жизни детей. И история еще одна, связанная с движением и тем, как мы это учитываем. Не так давно моя внучка взяла вот такую сеточку от фруктов и надела ее на руку. И вдруг она говорит, бабушка, а эта штука очень хорошо подходит для школы. Я, конечно, очень удивилась. Смотри, говорит внучка, в школе нужно сидеть вот так и поднимать руку. Но руки, и она показала, очень забавно так, она сказала, руки, они сами не хотят так лежать. Они делают вот так все время. А если их положат в сеточку, то можно сидеть вот так, как нужно в школе. И знаете, мне стало грустно, потому что на самом деле у нее хороший детский сад, у нее хорошие педагоги. Просто это у нас такое требование. То есть мы считаем, что подготовка к школе, мне многие воспитатели говорили, когда я просила, чтобы дети вот так не сидели. Они говорили, учителя начальной школы считают, что мы не подготовили детей к школе, если они не умеют сидеть и слушать. И я подумала, что у нас странная ситуация. С одной стороны, мы говорим о том, что в дошкольном образовании мы реализуем сейчас деятельный подход. А это что значит? Это значит, что ребенок должен что-то делать, чем-то заниматься. С другой стороны, мы готовим к школе вот в такой позе. Это поза из прошлого. Это поза, когда ребенок должен слушать, внимать, никакого диалога и должен отвечать, когда ему говорит взрослый. И с этой позиции, конечно, надо как можно реже сажать детей за стол, во-первых. И во-вторых, наша начальная школа должна приближаться к дошкольному образованию, а не наоборот, как сейчас у нас, к сожалению, происходит. Еще, что необходимо детям и что мы не всегда учитываем. Есть, конечно, желание уединиться. И вот здесь я делала фотографии просто на фестивале. Вот вы видите, как ребенка оставили в покое, он сразу полез туда под куст. Вообще кустарники, как места уединения, обязательно должны присутствовать. Места для секретов должны разных быть. И вот здесь мне очень понравилось, как дети сами сделали себе такое уединение, зонтики сложили и проводили игру. То есть это естественная потребность ребенка. Что мы можем? Мы можем создавать такие места и на территории, и в помещениях. Вверху фотография очень забавная. Это место в Дании, как сказала нам заведующая. Туда не допускаются взрослые, если дети не разрешают. Как она выразилась? Ну, им же тоже хочется без нас побыть. Может, как она сказала, в носу поковыряться. И вообще мы им надоели. И поэтому вот они сделали такой участок, где только дети. Ну, естественно, это разные, вот как вы здесь видите, сооружения. Причем это сооружения могут быть сделаны взрослыми. Но это могут быть и детские сооружения. Вот там садик в Финляндии. Мне очень понравилось, что у них это сооружение не убиралось. Мы часто все разбираем, что дети делают. А это у них стояло неделю, пока дети играли. Следующая история касается игр и игрушек. Однажды на детской площадке я наблюдала, как девочка вышла с коляской. И там пупс был очень такой красивый. И все девочки вокруг нее сразу встали. Они играли, ездили по площадке. И тут вдруг вмешалась бабушка. Бабушка сказала, ой, а куда это вы далеко так поехали? Идите поставьте коляску возле моей скамейки. Потому что эта коляска вообще очень дорогая и новая. Мы ее купили только позавчера. И поэтому вы ее можете сломать. Девочки три минуты поиграли возле бабушки. Все, игра закончилась. И вот очень часто бывает, что взрослые покупают какие-то дорогие игрушки. Это и в саду тоже бывает, я видела. И особенно в семьях. А потом боятся все время, что ребенок в игре их сломает. Конечно, ребенку неинтересно играть с такой игрушкой. Одна история случилась со мной лично. Вот этот пупс, он тут уже в такой потрепанной жизни. На самом деле он очень был красивый. Он пил из бутылочки, он писал там, говорил что-то. И мне очень он понравился, я его купила внучке. И через какое-то время поняла, что внучка не очень им интересуется. Но я все время говорила, ну смотри, он один там лежит, давай его возьмем, поиграем. Она сказала, не, не хочу. И однажды, когда я была слишком настойчива, она взяла его за ногу и поволокла, за диван положила. Нет, говорит, он мне не нравится. Почему, спрашиваю я. А у него страшное лицо и очень плохие глаза, сказала внучка. И я присмотрелась, и действительно что-то есть. То есть вот часто, когда мы не советуемся с ребенком, покупаем какую-то дорогую игрушку, оказывается, что она ему, в общем-то, не нужна. В то же время вот эта кукла, которую сделали вместе с мамой, она стала любимой. Вот мы потом делали для нее одежду из бросового материала. Вот это тоже очень важный такой момент. Да, и еще хотела сказать, что, конечно, у нас сейчас, на мой взгляд, слишком много именно готовых игрушек в группах, я об этом еще скажу, и очень мало материала для творчества. Еще такие истории, связанные с чтением. Все мы с вами знаем знаменитых писателей и поэтов, все мы знаем книги, и все мы их, в общем-то, понимаем одинаково. Но мы не думаем о том, что у детей-то нет нашего опыта, и они понимают их иногда совершенно по-разному. Одна воспитатель мне рассказывала, как она читала книгу про Мойда Дыра, и дети испугались. Они сказали, что это монстр, потому что они не понимают, кто такой рукомойник. И самое главное, как она говорила, их волновал вопрос, почему кривоногий и хромой выбегает из маминой спальни, они все спрашивали. И, в общем-то, она очень много времени потратила на то, чтобы это объяснить. Моя история, сказка о глупом мышонке. Прочитали один раз с внучкой, и она говорит, что больше читать не будем. Почему, спрашиваю я. А как же так, говорит она, мама мышка, она же знала, что кошка съест мышонка, но она все равно позвала кошку. То есть это получилось предательство с ее стороны. Но это я к чему говорю? К тому, что мы, когда читаем что-то детям, то мы обязательно должны с ними вступать в диалог и обсуждать то, что мы с ними читаем, чтобы у нас было именно взаимопонимание. Ну вот то, о чем я уже упомянула, это оформление групп. Потому что иногда, когда я захожу в группы, особенно если детский сад новый, мне кажется, что я попала в филиал игрушечного магазина. Уже готовые парикмахерские, готовые магазины, ну все готовые. То есть бери и играй, но играй именно так, как, собственно, предопределили взрослые. И вот посмотрите, здесь в фотографии есть касса готовая в магазине и касса, которую сделал ребенок. Касса готовая, она используется всегда одинаково. Касса, которую сделал ребенок, ее можно переделать. Потом он там писал цифры сам, он может сделать какой-нибудь щель там для карты. То есть он может ее преобразовывать по-разному в зависимости от своих задач. Очень важно, чтобы был бросовый и природный материал. Недавно после одного моего выступления ко мне подошли воспитатели и сказали, Наталья Александровна, вот у нас раньше было много в группе бросового материала, Но сейчас мы занимаемся STEM, и старший воспитатель нам сказала, Вот теперь мы вам купили дорогое оборудование, у вас его много, Пожалуйста, выбрасывайте все, что не нужно, весь мусор выбрасывайте. Они выбросили. И они сказали, что после того, как послушали вот мое выступление, Они вернут бросовый материал. И это правильно, потому что STEM тоже подразумевает творчество и бросовый материал. Когда ребенок играет, если у него там огурец этот, то это он и будет огурцом. А если у него лежат шишки, то эта шишка может быть и огурцом, и морковкой, и много чем. И нередко сюжет игры зависит от того, что окружает ребенка. И это рождается в его воображении. Лежит синий лист бумаги, а ребенок говорит, о, я сделаю из этого море. Лежит красный лист бумаги, он говорит, о, еще красное море. Красное море теплое, значит, там у меня будут жить те, кто любит тепло. Синее море холодное, и вот так раскручивается дальше сюжет игры. Вот это обязательно должно присутствовать в группах, на мой взгляд. Ну и что мы, конечно, должны делать, чтобы решить вот те проблемы, о которых я говорила. Конечно, очень важно вот эту тему взаимопонимания с детьми включать и подготовку студентов, и преподготовку преподавателей, и преподготовку воспитателей. У меня была студентка-заочница, вот я тоже со студентами все эти вопросы обсуждала. И вот она говорит, Наталья Александровна, а почему я там должна уважать мнение какого-то там трех-четырехлетки? Что он понимает вообще? Вот пойдет в школу, там, может быть, его кто-нибудь спросит. И я спросила, а вы работаете в детском саду? Да, сказала она, я работаю в группе Монте-Сори. Ну, в общем-то, я думаю, что здесь без комментариев. И, конечно, студенты и все воспитатели, все изучали возрастную психологию, возрастную физиологию, все они это знают. Но, тем не менее, на мой взгляд, очень важно, чтобы мы становились на точку зрения ребенка. Я своим студентам предлагаю придумывать детские вопросы. Они придумывают игры с точки зрения ребенка. И они вот мне говорили, что это совершенно такое, ну, как бы новое отношение к детям для них открывается. Значит, что мы можем сделать в целом, чтобы у нас улучшились взаимоотношения с детьми? Конечно, в том, что отношения не всегда у нас такие, ну, есть взаимопонимание, зависит от субъективных факторов и от объективных. И я хочу сказать, что о тех объективных факторах, которые мешают взаимопониманию с детьми, уже сегодня говорилось. Собственно, это те положения, которые в прошлом году были в манифесте, и сегодня будут в нашей декларации. Но есть и субъективные, и я думаю, что очень многое зависит от нас. И я призываю вас вот посмотреть, может быть, с новой позиции на отношения с детьми со своими и в семье, и в детском саду. Как сказала одна мне мама, да все мы понимаем, просто у нас нет времени и желания. Гораздо проще, чем что-то говорить ребенку и выяснять с ним отношения, проще его потянуть, что-нибудь, какую-нибудь короткую фразу сказать, иди сюда, стой и так далее. Вот эту позицию, конечно, нужно менять и у родителей. Ну, вы знаете, что сейчас у нас очень популярны всякие формулы, там, 7Р, 4К, компетенции. Вот я для себя вывела формулу 4П, когда делала эту презентацию. Это прислушаться, понять, принять и преобразовать. Преобразовать, то есть изменить среду, программу, взаимоотношения с детьми, именно так, чтобы у нас было понимание с ребенком. Ну, и хочу в заключении сказать, что, конечно, мы сейчас живем в новой цифровой реальности, и сейчас все говорят о цифровом детстве, и, наверное, нам теперь нужно искать новые пути взаимопонимания вот в таких вот необычных условиях. Ну, я рассказала только о некоторых историях из своей коллекции, у меня их очень много, поэтому я открыта для контактов. Вот мои контакты. Спасибо вам за внимание, и я желаю вам взаимопонимания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова